Death Stranding. Игра, которая еще до ее выхода стала главной загадкой игровой индустрии. Одних загадочность отпугнула, а других наоборот привлекла и заставила строить теории о сюжете. Ведь это не просто симулятор курьера, а нечто большее. Приветствую, меня зовут дядя Леша, писал текст и монтировал изиалек, а духовный наставник Влад. Сперва поясню, что в этом ролике нет цели убедить вас в том, что Death Stranding хорошая игра или пересказать вам ее сюжет. Мы постараемся показать, как устроена структура этого сюжета, как раскрываются персонажи, какие приемы использовал создатель игры, японский геймдизайнер Хидео Кодзима, и где он преподносил нам раньше времени разгадки сюжета, который мы, впрочем, не могли понять. Надписью на экране мы предупредили вас о наличии в этом видео почти всех возможных спойлеров к Death Stranding. И если вы готовы, давайте начинать. Кодзима же начал с цитаты Кобо Аба, японского писателя, в которой говорится о главной аллегории игры, про которую Хидео и сам не раз говорил на интервью. О палке и веревке. В дальнейшем, по сюжету еще будут приводиться эти символы агрессии и связи, но сейчас нам это не важно. Итак, перед нами пустынный мир, похожий на Исландию, но с ним что-то не так. Из земли торчат кристаллы в форме рук, черные нити тянутся к небу, а главный герой впервые показан нам, проезжая рядом с воронкой, наполненной непонятной черной жижей. В этом весь Кодзима. Добрую половину игры он нам показывает то, что мы еще не можем понять, но наиболее непостижимыми выступают ее первые две главы. В них что только не показано. Загадочный дождь, неизвестные потусторонние существа, которые оставляют отпечатки рук на земле. Хиральная аллергия, дум, бриджи, скриптобиоты, некрос трупов, браслет, бриджбэйби, выход смерти, гигантские твари, взрыв. Кодзима забрасывает игрока в сформированный мир, который живет по своим законам, но пока мы вообще не понимаем, что происходит. Делается это для того, чтобы недосказанностью зацепить внимание игрока, пробудить в нем интерес, заставить задаваться вопросами о происходящем в игре. Показывать, а не рассказывать. Наверняка вы слышали эту фразу, если увлекались внутренней кухней кинематографии или сценарного искусства. Кодзима преподносит эту формулу по-другому. Он сначала показывает различные явления, давая нам возможность сложить собственную картину самостоятельно, а потом и рассказывает нам о них через персонажей, которые нам встречаются. К некоторым ответам мы с легкостью можем прийти сами, к примеру, когда первый раз показан темпоральный дождь. Мы наблюдаем ворон, которые падают на землю и начинают разлагаться, а на голове у Сэма замечаем сидеющий волос после упавшей на него капли. И мы уже можем догадаться, что этот дождь ускоряет время для тех предметов, на которые он попадает. Но нам лишь спустя какое-то время преподнесут название подобного явления через Фреджайл, и только после этого объяснят его свойства, подтверждая догадки большинства игроков. Но бывает и другая крайность, когда игрок не может понять суть конфликта, так как его обстоятельства будут раскрыты позже. Сейчас объясню. Есть сцена, происходящая после того, как Сэм уже протянул сеть по всей Америке, отговорил Амелию от уничтожения всего сущего и вернулся в наш мир. Дай Хардман дает присягу Америке, а Дэдман рассказывает, что тот виновен в смерти Клиффа. Вслед за этим следует сцена раскаяния Джона в Садейнам, и хотя она очень трогательна и драматична, вызывает скорее эмоции, схожие с теми, которые испытывает Сэм. Мы так и не можем понять, как связан главный герой с Клиффом, и почему свое раскаяние Джон вываливает именно на нас. Но спустя полчаса причина станет ясна. Клиффорд Унгер – отец Сэма. Другой прием, который использует Кодзима, называется Dream Sequence, или последовательность снов. Эта техника, используемая в повествовании, особенно в кино, которая применяется, чтобы выделить короткую интерлюдию из основной истории. Она может состоять из флешбека, флешфорварда, фантазии, видения или сна. Последовательность снов используется в Death Stranding в двух сюжетных линиях. Первая – это история Клиффорда Унгера, эпизоды из которой нам показывают, когда Сэм поднимается на лифте из личного помещения. Из них можно постепенно слепить представление о произошедшем, даже смонтировать в один цельный эпизод. Правда, есть нюансы. Один в том, что нам показывают далеко не все, на ютубе даже есть ролик, который это демонстрирует, а к другому нюансу мы обязательно вернемся чуть позже. Итак, эта последовательность снов обретает свое логическое завершение в самом конце игры, когда Кодзима показывает историю Унгера от начала и до конца. И уже не от лица ББ, а в полноценных срежиссированных кат-сценах. Второй пример последовательности снов, собственно, с нами Сэма и являются. Они, кстати, как и воспоминания Клиффи, обоснованы лором. Амелия, как фактор вымирания, может передавать и показывать сны людям, которые наделены думом, некой чувствительностью к той стороне. В них она показывает Сэму воспоминания из прошлого, когда они общались на берегу. Также Амелия показывает Сэму последний выход, полное вымирание, которое грозит человечеству. А именно кульминацию всего произведения Кодзимы, когда Сэму нужно будет ее остановить. Мы наблюдаем этот сон уже на втором часу игры, а Сэм просыпается с криком «История!» и чуть позже в этот же день все-таки соглашается отправиться в свое путешествие. Это одно из предвосхищений событий. Это не профессиональный термин, но он как нельзя четко описывает прием, который несколько раз использует Кодзима. Давайте еще покажу его на нескольких примерах. Перед сражением с первым боссом мы встречаем Хиггса, главного злодея, который этого босса и призывает. Террорист произносит издевательский монолог, в котором мы можем услышать эти слова об Амелии. По большому счету, Хиггс просто раскрывает один из главных твистов примерно на четвертом часу игры, при том, что среднее прохождение занимает около 40. Но игрок не обращает на это внимания. Для него Хиггс, сошедший с ума фанатик и террорист, он помимо этого молол много другой ереси. Среди которой, кстати, есть слова, сказанные будто самим Кодзимой. Также я хочу обратить внимание на момент, когда мы впервые видим воспоминания с Клиффом. Суть в том, что это происходит до того, как Сэм впервые подключается к Бридж Бэйби, соответственно, это никак не может быть воспоминанием ребенка в Колбе, хотя потом персонажи будут убеждать нас в обратном. Но выходит так, что это один из намеков на грядущий твист, ведь неспроста тут фигурирует именно этот фрагмент воспоминаний. А игрок попросту не успевает обратить на это внимание. Он растерян, сбит с толку, так как это происходит после взрыва, когда Игоря поглощает твари, а нам впервые показывают берег. К слову, данный фрагмент игры является также первым трейлером Death Stranding, который Кодзима явил миру. В нем показано много чего интересного. Мы можем увидеть тут браслеты-наручники, которые Сэм еще не получил по сюжету. Кьюпит, устройство, которым он в будущем будет воссоединять всю Америку. Странный шов на его животе, ребенка, с которым он сблизится по ходу сюжета и пять загадочных фигур в небе, значение которых, возможно, к концу игры не понял ни сам Сэм, ни большинство игроков. По общепризнанному мнению, это пять людей, с которыми Сэм установил связь по ходу игры. Но я не хочу сейчас углубляться в различные теории. Суть в том, что все показанное не имеет никакого смысла в начале, а тем более при просмотре трейлера. В мире игры тот факт, что нам все это показали, оправдан тем, что на берегу ломаются законы времени и пространства. Но для повествования это вышеупомянутое предвосхищение событий, что-то, что поймет либо сам создатель, либо игрок, уже прошедший игру. Вернемся к сюжетной ветке Клиффа. Посмотрев на нее глобально, я понял, что она подана очень интересным образом. На протяжении игры мы не только видим воспоминания от лица ББ, а также попадаем на так называемые берега войны, на каждом из которых мы встречаем Клиффа с его солдатами, а после победы над ними возвращаемся в реальный мир. Это можно назвать первым пластом преподнесенной информации. Спустя какое-то время персонажи объясняют, что Унгер – бывший военный, который добровольно подписался на эксперименты с ББ. Места, где мы его встречаем – своеобразные цикличные чистилища для душ погибших во время массовых войн. А Клифф попадает на них, потому что он наполнен горем и злостью из-за потери ребенка, которого, как мы думаем, с собой носит Сэм. К тому же, после победы над Хиггсом, акцент с террориста смещается именно на Клиффа, так как персонажи выдвигают теорию о том, что он – главный злодей, который и стоит за всем. Но в итоге выясняется, что Клифф – отец Сэма, который пытался спасти его, когда узнал, что ему врали о целях эксперимента, а также, что он не желал зла никому из еще живущих. Звучит хоть неожиданно, но все равно довольно банально. Поэтому Кодзима приправляет эту сюжетную ветку различными путающими игрока нюансами, как тот, что я описал выше. Были ли еще предпосылки к финальному твисту помимо первого воспоминания? Да, у Клиффа есть связь с Сэмом. Иначе как объяснить, что последний хватается за голову и видит Клиффа в тот момент, когда вояка детектит его своей куклой? Да, Сэм видит этот момент своими глазами, о чем как-то говорит Дедману. Также, когда мы побеждаем Клиффорда во время Первой и Второй мировых войн, мы можем наблюдать, как герои борются. Но что, если я вам скажу, что Сэм пытается оттолкнуть Унгера из-за гаптофобии, своей боязни прикосновений, а Клифф просто пытается Сэма обнять? Еще в одном из воспоминаний в ранней части игры нам показывают, как Клифф вешает на капсулу Bridge Baby Космонавтика, наличие которого незадолго до этого комментируют у терминала доставки Виктор, от брата которого нам и достался ББ. Это делается специально, чтобы запутать как игрока, так и Клиффа, который и сам не может понять, что его сын – это Сэм. Для него время на берегах течет по-другому, а последний раз он видел его еще ребенком в капсуле. Кстати, не совсем. Помните, я говорил о нюансе в сюжетной ветке Клиффа, к которому мы еще вернемся? Так вот, в наборе приемов Кодзимы также присутствуют измененные сцены. В одном из воспоминаний ББ он нам попросту врет. Мы наблюдаем сцену, в которой Джон просит Клиффа отдать Bridge Baby. А лошь тут в том, что Клиффорд в этом фрагменте вытащил малыша из капсулы, хотя визуальные эффекты воспоминания говорят об обратном. Примерно в ту же категорию можно отнести этот момент с Бриджит. Физически такого никак не могло быть. Но добавив сюда Амелию, нам закидывают крючок на будущий твист, в котором раскроется, что Бриджит и Амели – это душа и тело одной личности. Но наибольшего внимания заслуживает сцена, которая является ключевой для чеховского ружья. Да, они тоже тут присутствуют. Это, к тому же, сон, который появляется трижды за прохождение и каждый раз имеет отличия. Это сцена с Амелией и маленьким Сэмом. Ее я упоминал в части про последовательность снов. Первый раз мы видим эту сцену примерно на втором часу игры. Здесь Амелия дает Сэму ловец снов и говорит, что он будет защищать его от кошмаров. Во второй раз уже поинтереснее. Пока Сэм заснул на корабле, плывущем на вторую локацию, Амелия показывает ту же сцену, но со стороны, и теперь она немного расширена. Здесь показано, что взаимоотношения Сэма и Амелии важны им обоим. А продолжается прервавшаяся в прошлый раз сцена тем, что Амелия выводит Сэма с берега. Но ключевой момент в этой вариации сцены происходит в начале, когда Амелия спрашивает главного героя. Сэм даст ответ спустя примерно 30-40 часов прохождения, когда вспомнит, как на самом деле продолжился тот диалог на берегу. Когда вырастешь, он будет тебе нужен, чтобы объединить нас. И когда придет время, ты меня остановишь. Только ты можешь это сделать. Пообещай, что не забудешь. Я помню. Что же в итоге? Спасенный мир, разгаданные тайны прошлого и… Стоп! Сэм идет под дождем Слу, которая воскресла, держа кипу Амелии, в то время как их с Сэмом окружали пятеро детей-тварей? В конце Кодзима все же оставляет несколько вопросов нам на размышления. Но к ответам на них вы должны прийти сами. Кроме всего этого, по итогу, у вас должны были остаться свои вопросы. К примеру, почему мы не рассказали про то, как раскрываются персонажи, где говорится про палку и веревку, где преподносится история NPC, как структурированы записки и по какой причине вообще не затронута тема того, как это взаимодействует с геймплея. Ну что же, будем вместе ждать на них ответов. Да и вообще, присоединяйтесь к дискуссии в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, обязательно прожимайте лайк и колокольчик. До встречи на XGTV, смотрите и играйте вместе с нами!